Апельсин! Апельсин! Учителя математики, физкультуры, школьные психологи дружно выполняют самые неожиданные задания. Побороть стеснение и позволить себе выглядеть неловко сложно, но необходимо. Ведь потом им придется тому же научить детей. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Все эти преподаватели скоро станут наставниками в школьных театрах. У многих вовсе нет сценического опыта, но уже к декабрю им нужно поставить первый спектакль. В сегодняшнем семинаре, если бы не он, я бы не знала, с чего начать. Я села в бумагах, составлять эту программу нужно составить. У меня еще очень много часов на театр выделили, 238 часов за учебный год. То есть у меня 7 часов в неделю, это каждый день. У меня должно быть занятие с детьми. И, конечно, задалась вопросом, а что я им расскажу. Дисциплин достаточно. Актерское мастерство, речь, литература. Кроме этого, нужно наладить контакт с молодым коллективом, помочь каждому найти собственное амплуа. Взрослый, который уже педагог, но педагог к театру отношений не имеющий, нужно пройти тоже обучение, такое же, как и ребенку. Сам педагог должен уметь разговаривать, двигаться, создавать образы и так далее. Очень многие из тех, кто присутствует сегодня на семинаре, они в принципе, ну скажем так, партия сказала надо, они ответили есть и приехали на семинар. Им тоже нужно учиться. В этот раз учителя узнали, что такое творческий полукруг, почему детей всегда нужно хвалить, и зачем в принципе малышам и подросткам нужно примерять на себя новые роли. Занятия в Мурманской Лапландии продолжатся, ведь еще столько тем, которые обсудить не успели. Как выбирать репертуар и как вжиться в роль, из чего можно делать декорации, и в каком возрасте школьников можно выводить на сцену. Александр Клепцов и Руслан Мавлютов, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова